Здравствуйте! В эфире новости на канале НСК-49, в студии Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Разгребли бардак, как для дорогого гостя. Президент уехал, бардак возвращается. Митинг отменился. Колыванская администрация не хочет слышать колыванскую общественность. Китайский и арабский для сухопутных войск. Чему учат в вузах Минобороны? А сейчас об этих и других событиях более подробно. Чем ближе 18 марта, тем больше разговоров о предстоящих выборах президента. Кандидаты гастролируют по стране, проводят встречи, пресс-конференции, объясняют, критикуют, обещают. Но помимо подготовки ко дню голосования в нашем регионе есть и другие актуальные темы. Некоторые из них временно исполняющие обязанности губернатора обсудил на традиционной встрече с журналистами. Общение с представителями СМИ Андрей Травников начал с прошедшего на прошлой неделе визита в Новосибирск президента Владимира Путина. Уже в который раз прозвучало, что глава государства уделил особое внимание нашим ученым и Академгородку, что похвалил идею создания синхротронного излучателя и о просьбе наших властей поддержать материально строительство метро Ледового дворца спорта и перинатального центра. Прокомментировал в Рио губернатора также ироничные публикации о том, что перед визитом первого лица Академгородок вычистили от снега до самого асфальта. Травников предложил вспомнить, как готовятся в любой квартире к приезду важных гостей. В всяком случае у моих детей происходит именно так. В ожидании своих подруг и друзей весь бардак из комнаты исчезает. Правда на два дня потом появляется снова. Поэтому здесь сработал этот эффект. А вот прокомментировать, за что мэрия Новосибирска подала в арбитражный суд на областное правительство, Андрей Травников затруднился. Попросил назвать суть иска. Но именно эту суть журналисты хотели узнать от самого главы региона, поскольку она не отражена на сайте суда. Тот развел руками. Не знаете, значит и говорить не о чем. Впрочем, выдвинул предположения, довольно расплывчатые. Иногда профильное ведомство федеральное не может дать разъяснение, как норму закона применять. Для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы там не было претензий со стороны надзорных органов. Обращаемся в суды, получаем решение и действуем в соответствии с решением суда. Какая ситуация в конкретном случае, я не знаю пока. Вы не назовете подробную информацию. Не стал Травников озвучивать и отставку главы Новосибоблфарма Евгения Комаровского, с которым связан недавний скандал с дефицитом инсулина. Посоветовал обратиться в региональный Минздрав. Словом, некоторые вопросы в РИУ губернатора тактично предпочел оставить без конкретики. Круговорот судов в регионе. Пока мэрия Новосибирска подавала в суд на областное правительство, прокуратура Советского района подала в суд на мэрию Новосибирска. Причиной иска стала опасная колья на Бердском шоссе. Как сообщает сайт НГС, в результате проверки, организованной прокуратурой, помимо кольеи, превышающей допустимые по ГОСТу размеры, были обнаружены и другие серьезные нарушения. Дойдет это дело до суда или муниципалитет примет упреждающие меры? Узнаем в ближайшее время. Благоустройство современной городской среды. Именно так называется приоритетный федеральный проект. Он в частности подразумевает, что жители регионов сами могут выбирать те объекты, которые необходимо благоустроить. Однако некоторые чиновники, видимо, считают, что лучше знают, что нужнее и важнее. О нарушениях, которые выявили общественники и как с ними бороться, расскажет Александр Могилин. Проблемы с реализацией федерального проекта благоустройства городской среды в нашей области начались еще год назад, когда его только запускали, рассказывают активисты Народного фронта. Во-первых, большинство жителей региона не знали, что имеют право сами выбрать свой двор, улицу, проспект и проголосовать за приведение его в порядок за бюджетные деньги. Во многих районах, да и в самом Новосибирске, власти сами выбрали то, что будут благоустраивать и ремонтировать. Просматриваются тенденции лоббирования тех проектов, на которые муниципалитеты уже сделали ставку задолго до начала реализации проекта. Эти вещи недопустимы. В этом году характерный пример – желание мэрии продвинуть спорный проект преображения площади Ленина, улицы Ленина и Красного проспекта. Его вроде как уже одобрили на так называемых общественных комиссиях. Да вот незадача. Состав комиссии более 70% – это представлен чиновниками. Поэтому понятное большинство от кворума понимаем, что проекты будут продвигаться те, которые удобные органы местного самоуправления. Задача общественников – рассказать новосибирцам, что они вправе сами выбирать, что благоустраивать в родной области. Властям в ОНЭП советуют не заглушать глаз народа и напоминают про федеральное финансирование. Многие муниципалитеты рассчитывают только на эти деньги. Это неправильная позиция. Сегодня в бюджетах должны также закладываться деньги, а это поддержка дополнительная к тому, что мы сегодня должны увидеть в городах. Подача заявок от граждан еще продолжается. А 18 марта жители области проголосуют и выберут те участки, которые в текущем году отремонтируют и благоустроят по федеральному проекту. Контрольно-счетная палата Новосибирска в ходе проверки деятельности по ТП-4 выявила нарушение на миллионы рублей. Так только на содержание автовокзала, аренду земли и охрану при отсутствии деятельности было истрачено 968 тысяч. Кроме того, аудиторы выявили на муниципальном предприятии полное отсутствие контроля за работой хозяйственной техники и расходом топлива, которое списывается без оснований. Проблемы на ТП-4 и с введением бухгалтерии, и с системой учета, и с закупок запчастей. Ко всему прочему, контрольно-счетная палата обнаружила перерасход по коммунальным платежам, ограничение конкуренции при проведении закупок и их неэффективность. И все это на муниципальном предприятии. Так и хочется поинтересоваться, а куда смотрел муниципалитет. Уже не первый год жители Горского района подвергаются смертельной опасности. С верхних этажей многоэтажных зданий стали выпадать рамы и оконные стекла. Особенно обеспокоены владельцы квартир в домах номер 63, 65 и 72, где подобные ситуации происходят регулярно и только чудом не привели к трагическому исходу. Кто ответит за безопасность людей и как им жить в режиме постоянного стресса? Подробности у Екатерины Орловой. Жители некоторых домов Горского микрорайона лишний раз стараются не открывать окна, так как данное, казалось бы, безобидное действие нередко плохо заканчивалось. Одно из последних происшествий не только возмутило людей, но и всерьез напугало. На жительницу дома номер 65, которая гуляла с коляской, едва не упала оконная рама. Конструкция летела с верхнего этажа и если бы женщина задержалась под окнами, то вряд ли осталась бы в живых. Напуганы, как те, кто находится на балконе и открывает, и точно так же и те, кто проходит у нас по тротуарам. У нас и машины страдали. У нас и, слава богу, случаев с пострадавшими людьми у нас не было еще пока. Но если сейчас меры не принять, то, возможно, и будут. Беда эта давняя, рассказывает Ольга, но в данном случае, по ее мнению, задавать вопросы нужно строительной компании, а не собственникам квартир. Начались они, наверное, сразу после заселения и издачи дома. Года, наверное, спустя два у людей начали выпадать створки. Причем створки, которые были у нас остеклены именно застройщиком компании Сибирь Развития. На каждом подъезде теперь находится объявление от управляющей компании, которая просит жильцов сообщить обо всех случаях неисправности оконных механизмов. Но в данном вопросе жилищная организация встала не на сторону собственников, а посоветовала людям самим решать свою проблему. Не знаю, откуда взялось у собственников жилых помещений такое понимание, что тут обязательно нужен диалог или контакт с застройщиком, я не знаю. Если срок сдачи дома уже вышел, то в принципе застройщик тут никакого отношения не имеет. Ремонт по договору может выполнять любая специализированная организация, но в том числе по отдельному договору существуют службы и в управляющих компаниях во многих в большинстве. Я думаю, что если по отдельному договору за отдельную плату собственник придет и скажет, вот у меня створки плохо держатся, нужно отремонтировать соответствующим образом, специалист может выйти и исправить. Таким образом выходит, что собственникам придется самим заниматься ремонтом неисправных рам. Это крайне странно в ситуации, когда любое окно дома может стать потенциальной угрозой и внезапно упасть на прохожего. Официальный комментарий компании «Сибирь» по сути содержит аналогичный ответ, что и дала нам управляющая организация. Тем не менее, мы постараемся разобраться, действительно ли ответственность за рассыпающиеся окна не лежит на застройщике и какие действия теперь нужно предпринимать людям. Выпавший снег продолжает доставлять сибирякам немало неудобств. Правда, теперь не столько на дорогах и тротуарах, сколько в местах своего складирования. Откуда появляются несанкционированные снегоотвалы и как с ними бороться, разбирался Василий Акимов. Каждый день в интернете появляются видеозаписи, на которых грузовики вываливают снег в неотведенных для этого местах. Это видео появилось сегодня. Общественник Евгений Митрофанов зафиксировал, как КАМАЗ избавляется от своего груза на территории инфекционной больницы на улице Ядринцевской. А это уже Берск, район БЭМС. По словам местных жителей, они устали наслаждаться видом снежных завалов и своих окон. А летом из-за этой снежной свалки просто невозможно пройти. Расставший снег течет во дворы, а мусор, скрывающийся за этими кучами, начинает гнить и неприятно пахнуть. Похожая история и на улице Первомайской, на территории военного городка. Ситуацией уже заинтересовались воинов. Как-то так получилось, что из девяти свалок, которые в городе Берске были нанесены жителями, четыре силами волонтеров были убраны. А эти места, которые в результате нашего изыскания, мы поняли, что это места бывших утвержденных снегоотвалов, которые просто превращены в свалку. Но вот с ними как-то ничего так и не произошло. Хотя, в принципе, сигналы и от нас поступали, и жители сами обращались. Похожая ситуация не редкость и в других городах. ОНФ обозначает места несанкционированных свалок на специальной интерактивной карте и пишет письма в Росприроднадзор и прокуратуру. Худо-бедно, но благодаря такой общественной работе число незаконных снегоотвалов в нашем регионе потихоньку уменьшается. Сейчас идет работа, чтобы прописать в федеральном законодательстве статус этих мест. Ведь снегоотвалы не только создают неудобства жителям окрестных домов, но и угрожают настоящей экологической катастрофой. По данным экологов, они портят землю, делая ее бесплодной и загрязняют почву различными химическими веществами. Власти Колыванского района продолжают оставаться в опале у местных жителей после трагической гибели двух мальчиков в яме с ледяной водой. Противостояние, похоже, обостряется, поскольку активисты поселка пытаются провести массовый митинг, но получают отказ. Подробности далее. Напомним, после того, как два ребенка провалились и утонули в яме, которую не огородили коммунальщики, жители Колывани собрались на стихийный митинг, потом провели пикет, собирая подписи за отставку главы Колыванского района Виктора Аверина. Этого им показалось мало, и они обратились в администрацию с просьбой провести еще один митинг 19 февраля и получили письменный отказ. В нем чиновники объясняют, что по закону на центральной площади Колывани проводить публичные мероприятия нельзя, так как рядом расположены объекты жизнеобеспечения, связи, социальные инфраструктуры и так далее. Альтернативой площадке власти почему-то не предложили письменно, зато в устной форме озвучили такой вариант. Есть у нас такая улица, она называется улица Тракторная, дом 2, это окраина Колывани, то есть это последнее здание, за ней уже поля. Колывань у нас очень большая, и как бы центр, центр и окраин как бы сравнивать даже неравнозначно никак. Неудивительно, что власти Колыванского района не согласуют митинг за отставку главы Колыванского района. Хотя пикет-то разрешили. Кроме того, массовые мероприятия на главной площади поселка проводились не раз. Значит, тогда закон можно было нарушать. Получается, виновным себя глава не считает, мол, он отвечает за район, а не за поселок. А у того был свой глава, который уже ушел в отставку. Но с такой формулировкой не согласен глава региона. Не может глава района часто и постоянно говорить, что это не мои проблемы, это проблемы поселения. Поселение находится на территории муниципального района, также глава отвечает за все вопросы, которые там возникают. Андрей Травников пообещал в ближайшие дни лично навестить Колывань и убедиться, как там работает коммунальное хозяйство. А пока данный сюжет готовился к выпуску, пришло сообщение, что власти Колывани все-таки согласовали митинг. Его проведут на советской улице поселка, правда не 19-го, а 21-го февраля. Современный российский военный офицер должен владеть как минимум одним иностранным языком. Это требование времени, поэтому учащихся профильных вузов Минобороны всячески мотивируют в этом направлении, в том числе и участием в конкурсах. Состязания о неназнании английского языка ежегодно проходят и среди образовательных организаций сухопутных войск. На открытии такого конкурса, стартовавшего в НВКУ, побывала наша съемочная группа. Конкурсные состязания среди курсантов военных вузов сухопутных войск по иностранному языку. Название длинное, емкое, подразумевающее не один день различных лингвистических соревнований. Курсанты будут соревноваться в умении написать эссе на заданную тему по просмотренному видеофрагменту, в словесной баталии, а также в командном соревновании в виде миссии миротворческих переговорных организаций. Проявить свои знания английского приехали команды из Дальневосточного общевойскового командного училища, Казанского командного танкового училища, Московского общевойскового командного училища, а также из Смоленской военной академии, Войсковой противовоздушной обороны и Михайловской артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Курсанты НВВКУ, как сторона принимающая по традиции, участвуют вне конкурса. Данное состязание – это очередной этап подготовки к международному лингвистическому конкурсу. Для современного военного офицера знание иностранных языков – это основная составляющая успеха при участии в миротворческих операциях, научных и технических форумах. Без знания базового международного английского языка на сегодняшний момент любому военнослужащему, находящемуся за пределы Российской Федерации, выполняя какие-либо специфические задачи, трудно было бы выполнить их с высоким качеством и с успехом. Уровень подготовки участников конкурса тоже может впечатлить. К примеру, прошлогодний победитель иностранной языки изучал с детства. Учился в лингвистической гимназии, учил английский и французский. Не хочется стагнировать, хочется развиваться каким-либо образом. Это одно из проявлений собственного развития. Победители конкурса будут известны 16 января. Состязания пройдут на базе НВВКУ. Для справки, в Новосибирском высшем военном командном училище курсантов обучают английскому, немецкому, французскому, китайскому и арабскому языкам. Приближается 23 февраля и по всей стране стартуют масштабные массовые мероприятия, посвященные этой дате. Как не стоит проводить мероприятия? Похоже, именно такой урок решили преподать организаторы мультимедийной выставки «Имена из солдатских медальонов» и открывшаяся в историческом парке «Россия. Моя история», на создание которого из областного бюджета потратили сотни миллионов рублей. Тачскрины и принтеры. Именно эти новейшие технологии, установленные уже во многих квартирах горожан, преобладают в экспозиции парка «Россия. Моя история». Счастливые посетители этой выставки могут нажать на приглянувшуюся им фотографию и прочитать биографическую справку о том или ином бойце. Иногда в них даже скрываются трагические истории целых семей, искавших своих отцов и пытавшихся выбраться из нищеты. Ведь после войны никаких пособий за пропавших без вести не платили. Хотя, наверное, это ближе посетителям старшего поколения. Вряд ли дети будут вчитываться в достаточно официозный текст. Особенно после длинных речей чиновников, посвященных открытию выставки «Имена из солдатских медальонов». «Это действительно замечательно. А впереди у нас много хороших событий. Завтра вы уже, наверное, слышали окружной форум, посвященный великолепному проекту эстафета «Поколение». Все эти юноши и девушки – представители поисковых отрядов. Последние годы они получают поддержку из различных бюджетов. Говорят, что к раскопкам допускают лишь подготовленных людей. Ведь даже найденный медальон бойца, в котором хранятся данные о нем, надо открывать с огромными предосторожностями, чтобы не потерять ценную информацию навсегда. Если плохо двигается крышечка, то ее дальше не двигают. Делают четыре напива сверху СМИ. Не только секреты мироскопок и открывания медальонов должны обладать юные члены поисковых отрядов. По крайней мере, в нашем регионе. Оказывается, что и общаться с представителями СМИ они должны под контролем старших товарищей. Это идет только свое решение. Извините, пожалуйста. Назвать открывшуюся экспозицию неординарным событием сложно. Хотя определенный интерес для людей, занимающихся поисками пропавших солдат, как и просто для интересующихся этой темой, она, вероятно, представляет. Вопрос лишь в том, стоило ли тратить сотни миллионов рублей из областного бюджета на этот парк, чтобы организовывать мероприятия, которые не менее успешно можно проводить и в обычных малобюджетных музеях, страдающих от нехватки финансирования. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся.